Сейчас даже на миде стало сложнее убивать, чем раньше. Даже дауну. Я что-то слышал, там какие-то братишки, братья-братишки, я что-то слышал. Ты похож на Макс и Барский. Кто такой Макс Барский или Барский? Сумеркин в жанре подростковывал Лавстори, это, наверное, лучший фильм ever. Нет? Устал сливать ММР? Хочешь учиться в её игру? Искусственный интеллект от Госса и А.И. проанализируют твою игру для твоей сильной и слабой стороны. И это абсолютно бесплатно. Играй умнее. Кликай ссылку в описании и повышай свой скилл. Пишу в комментариях, где стримы? Ты охуел? Типа, ты охуел? Второго интеля, как ты считаешь, можно ли выигрывать по моему дворцу? Раньше можно было. Даже если ты хорошо, ты ведь всё равно зависишь от команды. Ну, саппорт зависит больше всего. Саппорт зависит от команды больше всего. Харт, в принципе, тоже зависит от своих мидеров и изи-лайнера. Раньше можно было выиграть в Доту в Соло. Но последние патчи, последние годы, все последние годы Дота изменялась в тимплей сторону. То есть все были патчи направлены на тимплей составляющую. Сейчас ты в Соло, в принципе, выиграть, наверное, не можешь. Ну, как раньше точно нельзя. Раньше, допустим, пиздатый мидер, ты мог пойти на мид, просто разъебать всю команду с мида. Сейчас это абсолютно невозможно. Если у тебя 4 рака, ты не можешь выиграть с 4 раками. Тебе в любом случае нужна какая-то помощь. Тебе нужен или какой-нибудь саппорт, который помогает тебе на миде, который будет делать полезное действие, которое поможет тебе засну уболить. Или тебе нужен хороший хардлайнер, который выебет свой лайн, не даст вражескому керри нафармить, а потом еще каким-то образом будет помогать тебе в тимфайтах. Или тебе нужен как минимум, ну, не как минимум, короче, как минимум нужен один игрок. То есть неважно, саппорт, керри, хардлайнер, ну, кто-то должен быть один, кто человек, кроме тебя, кто имеет импакт. Потому что ты один с 4 раками сейчас выиграть не можешь. Потому что, грубо говоря, даже самый-самый сильный игрок нынче в доту не выиграет, если он один против, там, не знаю, двух-трех игроков, которые потеют на победу, которые более-менее хорошо играют. И один самый сильный игрок никогда не выиграет у них. Это почти невозможно. Раньше это было хоть как-то реально еще в теории. Сейчас дота такая, что тебе нужен человек, хотя бы один в команде, какая-то помощь, чтобы ты, ну, мог выиграть, затащить, типа, в соло. Если не будет вообще никакой помощи с 4 раками, нынче ты не выиграешь. Ни на одном лайне, ни на миде, ни на кэрри, никак. Это просто, ну, невозможно. Любой герой, ну, против любых героев в одиночку ты проиграешь. Но раньше можно было выиграть в соло, раньше реально можно было. Сейчас уже все. Ну, было сложно, но возможно. Сейчас абсолютно невозможно. Даже самый-самый-самый-самый сильный и лучший дотер в одиночку не может вытащить. Без какой-либо помощи, там, без адекватного союзника хотя бы одного. То есть, повторюсь, надо, чтобы или кэрри там отфармился твой, или тебе саппорт на миде как-то помогал, или чтобы хардлайнер выиграл свой лайн. Хотя бы что-то, ну, хоть что-то. Или, там, не знаю, хотя бы саппорт тебе настакает что-нибудь, а потом, не знаю, в замесах тебя будет сейвить. Ну, хоть капельку, хоть что-то. Ты не можешь сейчас сам просто взять, уничтожить мид и засну уболить. Без малейшей помощи, когда все фидят. Это, ну, это нереально. Сейчас даже на миде стало сложнее убивать, чем раньше. Даже даунов. Раньше в теории можно делать было на дауне, там, на миде, не знаю, 3-0-5-0. Сейчас такие вещи, ну, это только если чел, там, чуть ли не специально уже фидит. Ну что еще? Ну что еще? Где сообщение? Хули оно не озвучивается? Так, короче, я не знаю только кто это. Это тоже я не знаю, по сути, кто это. Ну, как бы мне донатили пару раз, что-то спрашивали. Я говорил, ну, не смотрю, не в курсе. Мне очень сложно, блин, следить за всеми, кто там что-то... Кто-то там меня хейтит, не хейтит, что-то во мне говорит, блядь. Знать о них. То есть, ну, как ты думаешь, я провожу свое время за тем, что я чекаю инет, буквально серфлю, не знаю, какие-то, смотрю эти нарезки каких-то, блядь, бесконечных стримеров, которые... Я не знаю, я прописываю потом на ютубе, там, мнение стримеров обо мне или что. Я не знаю почти никого. Я знаю только самых-самых-самых известных, там, стримеров, которые там уже годами стримят. Вот, кого я знаю, ну, то есть, я могу буквально перечислить, наверное, по пальцам тех, кого я реально знаю и помню. А это я даже путаюсь постоянно. А это что-то слышал, там, какие-то братишки, братья-братишки, я что-то слышал. Я не знаю... Я нету мнения, кто-то меня хейтит, не хейтит. Мне настолько похуй, мне настолько поебать. Привет, Артас. Привет. Я начинающий с примера. Дай совет, как мне набрать аудиторию. Много раз спрашивали подобный вопрос, но, к сожалению, я не могу дать вам совета, потому что я сам никогда не был в такой ситуации. Я никогда не был начинающим стримером. Я просто начал стримить доту когда-то, и в те времена я задрачивал доту, и, то есть, ну, там, пока еще хейтеры не успели набраться, то, очевидно, я мог стримить доту, и просто, ну, там, колоссальный уровень игры. И так как я уже был известный, там, уже первый стрим 100 зрителей, второй стрим 200 зрителей, понимаешь? Я даже ничего для этого не делал. Ну, вообще, я примерно представляю, как для начала нужно выделяться. И самое важное, что стоит понимать, что Twitch, конкретно, вот, Twitch, смотри, что мы видим? Это, в первую очередь, стриминговая платформа компьютерных игр. Если ты начинающий, ты должен ебашь в игру, которую ты стримишь. Ну, что еще? Иначе ты не интересен никому. Никому не интересна твоя личность, если ты, там, какое-то дно. Посмотри, сколько тут стримов с 3-4 зрителя. И представь, ты один из них, и спрашивается, если кто-нибудь на тебя кликнул, и у тебя нету, там, не знаю, миллион тысяч рейтинга. И представь, у тебя нету какого-то, там, выдающегося скилла, там, не знаю, миллиард АПМ, ноль ошибок, то есть, каждое действие ноль ошибок и т.д. Или, там, миллион рейтинга. То есть, нахуя тебя смотреть? На что я отвечал? Стоит ли гонал Клан Сопраночи? Стоит, это лучшее, что было, ну... А, не, про слушков, в принципе, ну, наверное, еще лучше в плане сириков, ну, вообще в плане кино про криминал. Ну, про мафию, Клан Сопрана, Туп-1, это точно. Ну, это чисто мужской сериал, максимально мужской. Ведьмак, скорее всего, будет в следующей неделе, по той причине, что мне уже опять нечего стримить. Мне нечего стримить, потому что, ну, опять 2-4 на 7 читаки в пабге, в доту играть не хочется, артефакт надоел, потому что разработчики, походу, на него забили, игра просто мертвая. Короче, смотрите, гайз, заходите вот на твич, игры, список игр, которые стримятся. Ищем артефакт, 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 где? 6-2, нет артефакта, артефакт, 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 где? Подождите, где артефакт? Артефакт, герой меча и магии, 2.6 зрителей. Артефакт, где артефакт? Но я его пропустил. Артефакт, 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 артефакт! полторы тысячи если я сейчас врублю артефакт у него будет ну не знаю не будет смотреть 1006 мэйби это это просто пиздец полторы тысячи на самом дне океана да прям топовые прям 10 на 10 прям вообще топовые 10 10 10 10 топовых я не знаю кто это гайз я никого не знаю кто такой макс барский или барских я не знаю кто это я никого не знаю нынешняя эпоха супер-города снимают полное говно и конечно делают фильмы аттракционы ты просто смотришь как полностью убитый перед сном там типа но потому что лень спать лечь даже ты даже не думаешь что смотришь что это просто смотришь на автомате как какой-то мультик как раньше в детстве я не знаю какой фильм тебе зашел больше за прошлый год смотрим мои оценки 2000 фильмов 2018 года а тут все что смотрел 2018 я смотрел ну смысле то что выпуска 2018 я смотрел quiet place охота на воров тамбрейдер хищник это все фильмы 2018 года который видел а и мстителей сериал террор парадок кловерфилда кровный отец это получается все я ну не любитель прям прочекать как можно быстрее новинки если выбирать из этого то наверное a quiet place неплохой ужастик ужастик это сложный жанр сложно сделать хорошее кино неплохой ужастик но могло быть намного лучше там сюжет не идеальный сюжет слабое место этого фильма вернее даже не то что сюжета там мотивации героев там вот немножко хуйня есть это все что я смотрел из 2018 года все все пиздец все пиздец все просто пиздец жанры по кинопоиску жанры по кинопоиску все пиздец просто пиздец давай я тебя назову жанр конкретно сумерки это жанр для меня это один жанр love story все форест гамп драма пусть будет просто драма скажу так взрослая драма сумерки это лучший фэнтези можно ты с дубу рухнул короче форест гамп допустим взрослая драма сумерки назовем подростковая love story в жанре подросткового love story это наверное лучший фильм эвер нет я не говорю что я хочу стримить дэйзи я говорю что я хочу сам поиграть потестить эту игру но потом я посмотрел обзор на ютубе что я узнал итак смотрите во первых дэйзи steam смотрите сколько нас стоит просто блять это пиздец как-то игра может столько стоит я не знаю 999 гривен то есть 1000 гривен то не знаю сколько там 2300 или 2400 рублей сколько то то есть 2 300 допустим 2 350 рублей предположу 2 350 рублей 1000 гривен пиздец как дорого стоит я посмотрел обзор на ютубе и типа эту игру делают 6 лет 6 ебаных лет и как и там короче до сих пор куча багов то есть она недоделанная и анимации конченой там ну то есть спустя 6 лет сырой продукт так скажем так пубэгэ на максималках буквально пубэгэ на максималках жесть то есть выглядит они конечно пиздата захотелось сыграть типа супер огромный мир то есть если в пубэгэ 8 на 8 карта допустим есть ну вот эти вот большие карты 8 на 8 да и то там куча воды здесь я так понял там карта 60 на 60 или 80 на 80 тупо ну выживалка с едой там и т.д. и т.д. то есть хардкорная выживалка я посмотрел обзор на ютубе там четко перечисляется минусы от игры насколько это сырой продукт мне просто жалко было тратить тысячу я не говорю что буду стримить я просто подумал что я хочу поиграть потестить но мне стало жалко тысячу тратить как жить если все заебало настолько что просто хочется выпилиться заебался работать на хуйланов подчиняться во всем и терпеть без батон только выживать на не значилось есть какие-то деньги есть хоть что-то там на что жить то постарайся заняться тем что тебе интересно тем что тебе нравится постарайся найти работу которая тебе хоть как-то будет интересно если ну всю жизнь работать в депрессии твоя работа заключается в том чтобы заниматься тем что тебе не нравится тем более тебе приходится кого-то терпеть то получается у тебя вся жизнь депрессии а жить в депрессии это крайне нездоровый образ жизни человек который счастливый но при этом он курит пьет и не знаю употребляет наркотики. Такой человек, он более будет здоровый и проживёт дольше, чем ты. Если, допустим, не куришь, не пьёшь, и у тебя, я не знаю, максимально здоровый образ жизни. Но при этом, как бы, ты вот так вот живёшь в депрессии бесконечной. Герой казино, герой казино, капельцу подкачки говна из организма, ты проспонсируешь. Чел, ну что я могу поделать? Ну, слышь, ну... Я всё... Хотел построить папку. Зашёл. С первой же игры малолетки уже ждут с читами наготове. Может, секса? Ты имею в виду стека. Подрочи сначала. Вот и всё. Вот и решение проблемы. Ты уверен, что тебя не наебут? Начнём с того, что вот это вот настолько пиздатые, это, скорее всего, наёбка. Фотографии нужно проверять в интернете. То есть нужно их искать гуглом. А так я тебе дал совет. Что делать? Нет, конечно, если тебе это не доставит удовольствия. Грубо говоря, ты с ними встречаешься, потому что ты чувствуешь себя социально обязанным. Ну что ещё? Это называется, ну, типа, социальная обязанность. Если сложилась такая ситуация, при которой ты видишь выход из неё, но при этом лень что-либо делать, это означает тебе нравится жить в этом состоянии. Верно? Не совсем. Как ты без этого замкнутого говна? Как мотивировать себя? Это не значит, что тебе нравится жить в этом состоянии. Это значит, что ты просто ослаб от депрессии. Я так понимаю, ну, у меня вроде как депрессии не бывает, потому что, ну, если у меня депрессия, то я лягу спать. Как по мне, всё начинается со здорового образа жизни сначала. Сначала ты начинаешь вести здоровый образ жизни, ты себя начинаешь лучше чувствовать физически. Когда ты себя лучше чувствуешь физически, у тебя мозги лучше работают. Когда у тебя мозги лучше работают, у тебя появляются новые идеи в голове. Вы сначала 2-3 дня исправляете режим, перестаёте делать всякую хуйню, я не знаю, там, начинаете чистить зубы, Ну, короче, что угодно. Потом начинаете потихоньку заниматься физкультурой. Потом стараетесь устать, чтобы быть уже уставшим, ну, как бы обессиленным лечь спать. Ну, физически в первую очередь. Высыпаетесь. Потом так где-то через неделю-полторы уже себя лучше чувствуете. Уже мозги лучше работают. И там какие-то идеи могут прийти в голову. Потом, ну, внезапно уже будут какие-то там волевые решения. Типа, все, я решил. Живу так, делаю то. То есть я ж не могу вам что-то посоветовать, если я вас не знаю. У самого есть кучка друзей, знакомых. Часто встречаюсь с ними. Но даже в компании чувствую себя одиноко. Мне такие проблемы не знакомы, потому что я вообще с людьми не общаюсь. По большому счету. Потому что я знаю, что мне они нахуй не нужны. И потому что мне с ними неинтересно. Ты просто чувствуешь, что ты должен с ними общаться, потому что они от тебя этого ожидают. Они вот, типа, ну, там, не знаете, кто-то тебя набрал из них. Говорит, подойдешь. Ты такой на автомате. Ну, подойду. А сам про себя думаешь. Ну, а что делать? Набрали. Ну, блядь, подойду. А тебе даже неинтересно с ними общаться. Блин, вы паритесь по такой мелочи. Типа, не хочешь общаться с людьми, не общайся Чё за проблемы? Так в чём смысл, подожди? Понятное дело, что мы не будем в курсе о прошлой жизни Но так мы продолжаем наше существование в другой форме И в чём смысл, нахрена-то надо? Ну, как бы, если ты, типа, продолжаешь существовать Но ты не знал, что ты существуешь То разве ты существуешь? Ещё раз! Если ты не помнишь, что ты существовал Но продолжаешь существовать Но не зная даже, что ты когда-либо существовал А когда ты снова, типа, ну, тебя не станет А ты даже не будешь знать, что тебя не стало То разве, блядь, ты есть? Да, я смотрел фильм Дорога Дорога — это лучший, а не один из лучших Дорога — это лучший фильм про постапокалипсис Всем советую Кому интересен данный жанр Дорога с Вигом Мортенсеном Почему ты говоришь 2006-го? Он 2009-го? Ты, наверное, перепутал девятку с шестёркой Клятый антихрист Это лучший фильм про постапокалипсис Всем советую, однозначно